Доброго времени суток! Подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Сегодня хочу рассказать, какую я совершила ошибку после того, как я посадила листики в зип-пакеты. Ошибка была в том, что я посаженные листья поставила в низкую коробку. Раньше я все время ставила в контейнеры с высокими стенками. И когда листья укоренялись и росли, стенка не давала наклоняться листику. Вот этот лист, вот этот, вот этот. Они вот видите, все прямые. И деткам есть куда расти. Вот эти листья, они как раз из контейнера с высокими стенками. Вот тоже из высокого контейнера. То есть всегда раньше я ставила так. Вот здесь малюсенькая детка Янка-Приз. То есть вот. Но так как у меня контейнеров с высокими стенками не очень много, а листьев было много, я взяла обычные коробки. И вот смотрите, как листья наклонились к свету, потому что им было куда клониться. Вот они все, они все легли. Я сначала на это внимания не обратила. А сейчас смотрю. А деткам-то расти там ведь совсем неудобно. Лист им мешает. В каких-то случаях больше, в каких-то меньше. Сейчас я вам найду. Тут один был совсем лежачий такой. Вот, наверное, вот этот. Да. Он лежал, и когда я его исправляла, он решил надломиться. Вот такое чудо у меня вышло. Детки маленькие. Не знаю, будут. Сами дорастать не будут. Ну, в любом случае, я их оставлю, пусть они растут. Так что, девочки, не повторяйте мои ошибки. Если хотите растить в зип-пакетах, то нужно, чтобы бортики были высокие обязательно. Чтобы вот такое, как у меня, не произошло. У меня такое первый раз. Поэтому, в следующий раз, когда буду брать листья на укоренение, буду смотреть емкости, куда их ставить. Потому что коробки получаются вот такие маленькие, они не подходят. И сейчас посмотрим, как можно исправить другие ситуации, которые не такие критичные, как было у этого листика. Все. Грунт я немножко полила. И так как расти ничего не мешает таким детишкам, я их так и оставлю. Вот здесь тоже лист наклонился, и детка растет. Здесь можно часть листочка от стволика отломить. Чтобы детка могла расти дальше. Еще, наверное, можно чуть-чуть совсем. Так, чтобы не повредить деточку. Ну вот. Достаточно и листа, чтобы дальше шел фотосинтез и питание детки. И детка открыта. В следующий раз буду внимательнее, как я сажаю листья, во что ставлю потом. Вот здесь не сильно он наклонен. Но детка растет с этой стороны, поэтому можно так ее оставить. Ну и конденсата тут достаточно. Ну вот здесь совсем закрылся, тоже падает. Тоже надо часть листа убирать. Что если не убрать, детки будут расти совсем некуда. Вот. Теперь детки есть куда расти. Но можно еще и палочку подставить, как я делала в других видео. Палочка для того, чтобы лист немножко стоял прямо. Вот так. То есть она и не мешает, и в то же время лист не наклоняется на детей. Вполне сносно, могут расти. Немножко влаги. Совсем чуть-чуть добавим. Здесь тоже и лежит на детке часть листа. И грунт подсох. И верх листа немножко подгнил. Ну вот. Тоже обработали. Детки есть куда расти. И немножко полили землю. Здесь детишки хорошо растут. Ну вот. Этот край листа немного заслоняет цвет. Его тоже можно чуть-чуть надломить. Я раньше так надламывала, даже когда растила в стаканчиках. Когда у меня еще мало было растений. Только начинала. Так же обламывала. Посмотрела другие видео, кто так делает, и все растет. И действительно на рост деток это особо не влияет. Здесь тоже какие хорошие деточки. Лист не наклонен. Сейчас так же просмотрю и другие контейнеры, которые у меня там остались. Там контейнеры 3 коробки. Здесь тоже наклоняются на деточку. Тоже вот край листа можно убрать. Жалко убирать, то лист такой хороший. Вот. Отделили. Ну вот смотрите опять. Деточки есть куда расти. Конденсата достаточно. Хотя вот мне показалось, что вот таких деток, их наверное уже можно выращивать и без пакета. Наверное мы так и сделаем. Обрежем пакетик. И поставлю их в другой контейнер. Чтобы они дорастали уже. Там контейнер закрыт не очень плотно. И все. Листик не мешает расти. У детки есть место расти. И корневая какая хорошая. Вот наверное можно и этот в контейнер. Тут тоже детка-то уже приличная. Тогда мы и эту детишку поставим на вырост. Главное детки тут не отстричь случайно. Вот. То же самое. Поставлю в тепличку. И тоже детка будет уже расти. Расправлять свои листики. Наверное девочке эту можно. Ну да. Тут тоже вон какой детсад уже. Похоже у меня сегодня работы на целый день. Я как-то не рассчитала это. Думала только покажу вам. Как не надо ставить в невысокие коробочки. Чтобы укоренялись листья. И думала на том-то все. А тут оказывается вот не все. Еще придется посортировать. Здесь тоже хорошие деточки проклевываются. И лист ровный. В принципе их можно обрезать. Это плетистая роза. Которая у меня постоянно в тепле заплывает. Да, вполне нормально. Можно уже будет понемножку поливать сверху. И будут деточки дорастать. И вот еще чем мне нравится такой способ выращивания. Когда вот они уже так отсажены. Пакеты когда уже надорваны. Их можно поплотнее ставить друг к другу. В контейнере. И у них есть место расти. А по мере роста деток. Можно пакетики ставить чуть пошире. А потом очень легко пересаживать. То есть сейчас вот я их обрежу и поставлю. Они будут стоять довольно таки плотно. И займут очень мало места. Вот еще у меня в этой коробке осталось два пакета. Но тут тоже детки хорошие. Лист такой кудрявый. Это у Сипуси у нас кудряшка. И его мы тоже обрежем. Конденсата достаточно. Грунт тоже довольно таки влажный. Думала подгнил такой темный цвет. Нет, он просто красный с другой стороны. И еще тут наклонный лист. Но тоже дал деток. Влаги мало. Но тут земля приподнялась. Возможно, еще детки там лезут под листом. Попоить точно надо. Наверное, часть листа тоже придется убрать. Чтоб эта детка росла. Ну и может быть тоже палочку поставить. Расправить листик. Да, если мы вот таким образом оставим, лист не будет сгибаться. Но еще его можно дорастить немножко в контейнере. Вот. Ну вот и все. Буду дальше смотреть, что делать. Но здесь, наверное, тоже надо обстригать пакет. Потому что тоже детишки хоть и тоненькие такие маленькие, но уже хотят на воздух. Тоже их так оставим. Ну вот, дорогие, спасибо за просмотр. Если видео было полезным, делитесь с другими. Кому со мной интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых видео. Задавайте интересные вопросы. Всем пока-пока! Спасибо! Спасибо! Спасибо!